Здравствуйте! Меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет-проект. Изучаем ПВК-контроллер, электронику, электротехнику. Сегодня попробуем поработать с сервоприводом от компании Delta, ASDA-A2. И давайте по протоколу MatBus RTU зададим команду Jog-вперед, команду Jog-назад и зададим скорость вращения в этот момент. Давайте откроем Master EPC Server. Здесь я уже подготовил проект. И вот в этом проекте у меня есть регистры. Это у нас входы. Давайте запустим EPC Server. И здесь посмотрим входы. Вот у нас регистры входов. Это у нас вход DI, регистр 532 либо 214 в 16-речной системе числения. Соответственно с DI1 по DI8 входы. Также у нас здесь есть регистр скорость задания. Jog-обороты в минуту по умолчанию стоит 20. Я поставил 200. И давайте посмотрим инструкцию к сервоприводу. Здесь у нас есть указание сигналов DI. Здесь обозначен код сигнала. И вот для того, чтобы запустить в режиме Jog в прямом или противоположном направлении, нам необходимо отдать команду 37, это вперед, 38, назад. Нужно обратить внимание, что здесь все указано в 16-речной системе исчисления. Я выбрал вход. Здесь вот по таблице мы можем видеть, что любой из входов может выполнять данные команды. Соответственно я выбираю любой из входов. Предположим это он будет DI3. Это у нас по протоколу MatBus RTO 536 регистр в 10-речной системе исчисления. И 218 регистр в 16-речной системе исчисления. Здесь у нас еще есть регистр, где я считываю показания энкодера. Вот у нас энкодер двигателя. Это регистр 1312 в 10-речной системе исчисления. Либо это регистр 520 в 16-речной системе исчисления. Итак, давайте попробуем задать команду. Здесь у нас команда вращения вперед это 37. В 10-речном формате исчисления это у нас будет 55. Задаем 55. И у нас начинает вращаться серводвигатель. А здесь мы видим изменение значения энкодера. Но прежде чем дать команду, нам обязательно нужно включить сервопривод. Сейчас я снова запишу значение 0. И вот обращаю внимание, я использовался входом DI6. Команда 1 это включение сервопривода. Если 0, то будет отключен. Также у нас есть инструкция. В этой инструкции мы можем посмотреть команду. Команда 1 это включение привода. Соответственно, если я сейчас не подам команду включения привода. То есть команда включения привода может быть записана не только во вход DI6. То есть допустим я запишу во вход DI5 единица включение сервопривода. А допустим на вход DI1 запишу значение 55. На вращение сервопривода в режиме JOC вперед. И видим команда воспринята. Значение энкодера меняется. Если я запишу значение 56. Это вот у нас в 16-ричной системе исчисления. Это у нас будет значение 37. Команда назад. Вернее 38. Команда назад. 37 вперед. Это 55. Десятичная система исчисления 38. Команда назад. Десятичная система исчисления это у нас 56. Подтверждаем. И видим у нас сервер двигатель вращается в противоположном направлении. Здесь у нас значение энкодера идут на уменьшение. Соответственно если я здесь запишу 0. То у меня происходит остановка двигателя. Если я здесь запишу 56. Вращение назад. Но при этом отключу по данному команду отключения сервопривода. Вернее у меня не будет команды на включение сервопривода. Здесь будет 0. Также не будет вращаться. Подойдем сюда на один сходов значение 1. Наблюдаем вращение назад. В 57 будет вращение вперед. Мы здесь можем наблюдать изменение значения энкодера. Соответственно предварительно мы должны настроить сетевые настройки. Задать сетевые настройки. У меня если здесь посмотреть, то следующие сетевые настройки. Такие же настройки у меня в сервоприводе. То есть у меня компорт 6. Я подключаю к сервоприводу по интерфейсу RS485 протокол MadBus RTU. Скорость передачи данных 38400. 8 бит данных. Контроль учетности отсутствует. И стоповые биты. Два стоповых бита. Такие же настройки я задал в сервоприводе. И соответственно у меня все работает. На этом наше небольшое видео завершаем. Спасибо. Продолжение следует.